добрый день вот решила записать небольшое видео по поводу того как сшить из обрезков ну вот такой ланчмат или салфетку или кукольное одеялко ну то есть потом можно хоть что сделать значит у нас всегда в лоскутном шитье при пуске 6 миллиметров и если вы видите но все в хаотическом паре хаотическом порядке все это сшито но площадь идет вся как бы равномерная нет такого перекоса что в одну сторону швы или в другую они в хаотичном порядке значит для того чтобы вам так пристроить обрезки нам нужно взять ткань и вырезать сторону три с половиной сантиметра обычный квадратик и соответственно расположение этого квадратика идет вот так просто как ромбик располагаете стартуете вы с того что у вас раз два три 4 4 центральных остальные ряды просто обходят эти четыре квадратика и вот так варьируя цветами то есть следующий ряд у нас 10 темно-коричневых потом светлый ряд который полностью окружает вот так выстраиваете окружение как бы можете чередовать можете делать градацию ну то есть у меня тут градации видите темные посветлее посветлее очень темные контрастный светлый ну на свое усмотрение можно не только такой рисунок завести получается у нас здесь прямоугольник а можно завести любую любое построение с паузами со смешиванием цветов ну мы сейчас вот об этой работе говорим да вот вы значит вырезаете из обрезков не надо крошить новые ткани до нужно обрезки которые в крупный проект уже как бы трудно вместить вот когда вы дошли до края вам нужен треугольник как его сделать значит у нас получается треугольник это диагональ плюс добавляем мы 6 миллиметров вот этот маленький треугольничек отрезаем и вот у вас будет деталька которая точно также вы пришиваете как будто это квадратик все ну по времени здесь кстати очень много лоскутков я ну как считать не считала но их больше 150 скорее всего и вы собираете частями сначала вы собираете из четырех деталек разложили всю эту мелкоту на столе собираете сначала по четыре детальки раз четыре два четыре три у вас получаются части из квадратов большего размера потом вы сшиваете четыре крупных детальки в еще один квадрат это у вас получается из 16 деталей потом можете еще больше площадь взять и остатки по краям у вас будут ну как бы треугольники и вот так постепенно собираете все по времени это где-то ну часов шесть провести вам такую медитацию и потом вы можете это продолжить можете до размера подушки или другой мотив сделать для необходимого размера как рассчитывать вот смотрите несмотря на то что у меня деталька три с половиной сантиметра итоговая должна быть две целых две десятых у меня где 2 и 1 в основном вот 2 и 2 2 и 1 ну стремится к двум да и соответственно вот вы хотите сделать допустим подушечку я другой вариант делаю подушечку и вы распределяете сколько у вас будет рядов то есть берете и например вот так вот по два сантиметра это все делите представим что это два сантиметра два сантиметра тут у нас тоже ряд два сантиметра и вот так вы разделяете нужный размер в реальном размере и будете знать сколько вам рядов собрать для того чтобы был измененный размер а если клеточки у вас располагаются вот так вам еще легче будет посчитать сколько вам нужно выкраивать выкраивать можно постепенно то есть поняли про 4 центральных лоскутка поставили 4 центральных поняли какой хотите цвет дальше поставили этого цвета лоскутки и вот так вот постепенно собираете пока у вас что-то вот в итоге не станет гармоничным это это я называю микро петчворк но есть конечно еще меньше но я считаю 2 сантиметра это очень маленькие квадратики можно еще меньше сделать но в связи с тем что обрезки у меня были такие которые хорошо делятся на ну там можно высечь там три с половиной сантиметра да то я меньше не стала делать можно меньше сделать крупнее это уже обычный петчворк это мини петчворк поэтому вот такая вам идея для того чтобы реализовать ну вот смотрите вот лежит этот лоскуток да я его никуда не вмещу потому что но он все все другу еще остатка нет соответственно я могу либо его использовать ну допустим одну центральную часть и ну этот куда или сделать четыре треугольника можно собирать треугольники можно собирать прямоугольники но это немножко сложнее потому что по цветовой гамме очень трудно предположить или можно делать так берете тетрадочку в клеточку расчерчиваете и уже прям фломастерами разукрашиваете детальки например прямоугольные и уже вам будет понятно куда примерно вы стремитесь еще раз покажу вам изнанку и еще такой момент когда я шью микро петчворк я места стыков деталей с изнанки бью молотком для того чтобы не было лишних уплотнений вам тоже рекомендую в обычном в классическом петчворке у нас идет за утюжка деталей на темную сторону за утюжка швов на темную сторону но когда вы собираете проект он неизвестно как в итоге стрельнет иногда может получиться так это в эту сторону и эта часть в эту же сторону соответственно нужно очень внимательно стыковать эти швы но в любом случае гарантированно вы получите удовольствие от того что в ваши обрезки но их стало немного меньше не заодно подарочек кому-то хороший сделаете по такому же принципу можно прихватку сделать на кухню какой-то комплектик вот все всего доброго оставлю в описании значит подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик иначе вам не будут показывать новые какие-то видеоролики значит я в описании оставлю ссылку на мастер-классы которые можно из ну скачать и просто изучить поподробнее описание посмотреть картинки и так далее всего доброго